МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. 8 мин разорвалось в районе Авдеевки. Под огонь из миномётов попали также окраины Новосёловки 2-й. По данным штаба АТО, на Мариупольском направлении количество обстрелов уменьшилось. Однако неспокойная обстановка сохраняется в Марьинке, Старогнатовке и Толоковке. А на Луганщине, вблизи Новозвановки, Попасной и Новоалександровке. За сутки режим тишины нарушался 21 раз. Тотальная проверка. Чиновники отсеивают непорядочных получателей социальной помощи. Чистки продолжаются с марта и уже дают свои плоды. В Минфине говорят, так можно вернуть в бюджет минимум 5 миллиардов гривен. Это только в этом году. Кого проверяют особенно тщательно, узнавали наши корреспонденты. Украинка Леся Игнатюк уже 15 лет живёт в Бельгии. По состоянию здоровья не работает. Поэтому получает социальную помощь от государства 800 евро в месяц. Половину тратит на аренду квартиры, остальное на оплату коммуналки. Вспоминает, когда только начала получать помощь, социальные службы проверяли её едва ли не каждую неделю. Социальные службы могут пройти будь-когда. Например, в 6-й час, в 4-й час, в вечер. И они не поведомляют, а могут и поведомить. Они уверяют с теми договорами, что мне надают. Можно посмотреть, даже в шафку заглянуть, або в холодильник, что у нас там есть. Ведь очень много людей, говорит, пытаются схитрить. Подобные тотальные проверки ожидают и украинцев. Инспекторы будут ходить по квартирам, задавать вопросы о стоимости покупок, проверять условия жизни. Причём мы предупреждаем, что проверка может пройти в течение 10 дней после подачи заявления на субсидию. Со следующего года планируют проверять доходы 25 миллионов граждан. Последним будет контролировать порядочность украинцев Минфин. В нём создали даже специальный отдел. Именно он собирает всю информацию о каждом, кто претендует на социальное пособие. Из-за дополнительной проверки получателей льгот у сотрудников соцслужб станет больше работы. Раньше цієї процедуры не было. Только проверяли мы через податковую. Главное, на что смотрят проверяющие, делал ли человек в течение года покупки дороже 50 тысяч гривен. И приобретал ли недвижимость. Инспекторы говорят, ежедневно они принимают до полусотни заявок на оформление помощи. Юристы же сомневаются в законности квартирных обходов и проверке имущества граждан. Первыми Минфин проверил пенсионеров и рекомендовал прекратить выплаты 60 тысячам украинцев. Их подозревают в подделке документов. Юлия Доброскок, Анна Гришина, специальный для телеканала «Донбасс». В Авдеевке ремонтируют больницы и поликлиники. Благодаря программе социального партнерства между городским советом, военно-гражданской администрацией и Коксахимзаводом в городе реализуется сразу несколько инфраструктурных проектов. В приоритете медицинские учреждения. Инспектировал стройки Алексей Куделя. Капитальный ремонт в инфекционном отделении Авдеевской горбольницы идет полным ходом. Из ветхого корпуса врачи и пациенты перебрались в другие помещения, но уже этой зимой планируют открыть первые отреставрированные боксы. Полностью строительные работы завершат в начале 2017-го. Проект реализуют благодаря программе социального партнерства, внедренной на Авдеевском Коксахимзаводе. Завод взял на себя внешнюю отделку, кровлю, фасады, замена окон, дверей. Город взял на себя всю внутреннюю отделку. На последней сессии горсовета было принято решение о финансировании данного объекта, поэтому в общей сложности на этот объект будет около двух с лишним миллионов. Из них 800 тысяч – это завод, миллион четыреста – город. Не оставил завод без внимания и линейную поликлинику в старом городе, которая де-юре принадлежит железной дороге. На ремонт главного входа Авдеевский Коксахим выделил более 300 тысяч гривен. Ковицу было, ну, уже просто разрушалось. Даже было небезопасно для хождения пациентов и сотрудников поликлиники. Просто если мы почти каждый год ее хотя бы понемногу ремонтировали, то за последние два года сами ступеньки и также площадка, плиты уже были перекушаны. Высоко ценят дружбу и сотрудничество с Авдеевским Коксахимом и местные власти. В военно-гражданской администрации говорят, что завод полностью оправдывает звание градообразующего. Завод является градостроительным и одним из мощных таких двигателей бизнеса и бюджета города. Они действительно взяли на себя немалую часть объектов, те, которые нужно было восстанавливать после разрушения. И помогают, продолжают помогать восстанавливать инфраструктуру города. В городе все хотят мира. Уже давно устали от их всех передряг. Хотят нормальной жизни. Благодаря программе социального партнерства Авдеевский Коксахим в этом году реализует инфраструктурных и социальных проектов на 9,5 миллионов гривен. Деньги пойдут не только на больницы и поликлиники, но и на ремонт столовых, актовых и спортивных залов в местных школах. Алексей Куделя, Игорь Монострев, телеканал Донбасс. Война лишила их самого дорогого. Главой семейства Захаровых был экс-футболист Шахтера. С началом боевых действий у Владимира Алексеевича обнаружили онкологию. За его жизнь боролись 8 месяцев. Трагические события сказались и на здоровье его жены. Сейчас семья едва сводит концы с концами. Кто помогает, расскажет Татьяна Блинова. Эти коробки Елена Захарова хранит в укромном месте. В них собраны буклеты, почетные грамоты и медали. Вся память о супруге. Пенсионерку ее едва не лишили. То, что осталось после того, как нас обокрали. Муж Елены Андреевны – экс-футболист Шахтера Владимир Захаров. В честь команды спортсмен отстаивал в 70-х годах. Тогда же у них появилась дочь. Спустя 20 лет – двое внуков. В планах у мужчины было успеть понянчиться и с правнуками. Но мечтам не суждено сбыться. В 2014-м он заболел раком легких. Во время войны вот это нервное все. И он такой человек, который переживал все в себе. Он старался нас огородить от всех этих. И это дало, видно, толчок ему. Борьба за жизнь длилась 8 месяцев. Своевременную помощь тогда оказали благотворители. Нам помогал фонд Рената Ахметова. Выделял лекарства на химиотерапию. Без него мы бы, наверное, дедушку намного раньше потеряли. Пережитое горе подкосило здоровье женщины. К сахарному диабету добавилась гипертония. Без дорогих лекарств не обойтись. Поэтому на еде приходится экономить. Благодаря этим наборам мы вообще выжили. И сейчас продолжаем жить. Потому что иногда бывало у нас, что мука, сахар и растительное масло только спасали. Саша и Богдан – внуки Владимира Захарова. В августе по программе штаба «Мирное лето детям Донбасса» оздоровились в лагере «Солнечный». Вдали от неспокойного Донецка ребята провели две недели. У меня не было возможности дать детям полноценный отдых. И благодаря фонду они замечательно провели две недели в лагере. В таком месте, Светогорске, о котором можно только мечтать. Мне больше всего спортчат запоминался. Мы играли то ли в футбол, то ли в маленькие ворота и большие, то ли в пионер-бол. Вот уже два года штаб Рената Ахметова оказывает помощь мирному населению по обе стороны линии соприкосновения. Среди основных направлений работы – выдача продуктовых наборов, адресная помощь лекарствами на операции и лечение, реабилитация раненых детей. За это время спасено более миллиона человеческих жизней. Особенно мне нравится вот эта медаль, второе место. К спорту в семье Захаровых особое отношение. Эти награды дети завоевали на городских соревнованиях по карате. В планах достойно выступать на мировом первенстве. Ведь об этом так мечтал их дедушка. Татьяна Блинова, Аксана Корчима, Данил Киреев, телеканал Донбасс. Сэкономил на электричестве, спас экологию. В Доброполье с этого учебного года школьников будут обучать энергоаудиту и правильному обращению с потребляемой энергией. В городе презентовали четвертую волну всеукраинского проекта энергоэффективной школы при поддержке компании ДТЭК. Подробности у Степана Федоровича. Надо выключить свет, когда выходишь из комнаты. Артем учится в третьем классе. Несмотря на юный возраст, мальчик делится советами, как можно сэкономить на электричестве в домашних условиях. Говорит, этому его научили родители и учителя. Чтобы экономить электроэнергию, надо покупать энергосберегающие лампочки. Беречь энергии очень важна и для природы, и для людей. Обогатиться знаниями о расходе, экономии и даже производстве электроэнергии школьники Доброполья, ученики 6-10 классов, теперь смогут на факультативных занятиях. Для этого компания ДТЭК вместе с учителями и местной властью презентовали специальный проект «Энергоэффективные школы». Вместе с ДТЭКом мы работаем над этим проектом уже больше трех лет. Это четвертая уже волна. Главная цель, конечно же, для того, чтобы дети понимали, что энергоресурсы стоят деньги, энергоресурсы исчерпаемы. Экскурсии на электростанции, компьютерные викторины и беседы. На встрече педагоги и энергетики обсудили принцип и формат проведения будущих уроков по энергоэффективности. Занятие будет проводиться через онлайн-платформу, в которую залита вся информация, и тексты, и видеоматериалы, и тесты. На презентации проекта свои вопросы могли задать и сами преподаватели. Глава рассчитанного захода, количество часов? 32 часа в году необходимо будет как раз проводить энергоэффективные школы. Это будет в виде факультатива. В ходе реализации данного проекта старшеклассников обучат не только правильно рассчитывать потребление электричества, но и производить энергоаудит. Компания ДТЭК присоединилась к реализации проекта энергоэффективные школы в 2012 году. Когда дети сами проводят энергоаудиты в школах, когда мы видим те проекты, которые они сами создают, то здесь просто поражаешься, потому что у нас очень грамотная, умная молодежь. В Доброполе в проекте энергоэффективные школы примут участие 19 учебных заведений. На реализацию этой программы в городе компания ДТЭК выделила около миллиона гривен. Степан Федорович, телеканал Донбасс. Украинки вошли в тройку самых сильных женщин планеты. На чемпионате мира, который проходил в Англии, Лидия Гунько из Ивано-Франковска и Дончанка Ольга Лещук завоевали серебряную и бронзовую награды. Какой ценой спортсменки поднимались на пьедестал и что помешало победить, знает Виктория Малосвитна. Силовым видом спорта Лидия Гунько занимается два года. И это уже второй чемпионат мира, в котором украинка приняла участие и стала второй среди 14 самых сильных женщин планеты. Единственная украинская женщина-рекордсмен книги рекордов Гиннеса, чемпионка мира Европы среди женщин по стронгмен-спорту Дончанка Ольга Лещук на соревнованиях в Англии стала третьей. Показать результат лучше помешала простуда. Тренер стронгмен женской сборной Украины результатами подопечных доволен. Мы сподевались приехать с медалью, но так феерично с двумя медалями. И еще была борьба за первое место. Уважаю, что это очень близкий выступ. На пресс-конференции по случаю успешного выступления на чемпионате Дончанка Ольга Лещук повторяет свой рекорд, благодаря которому вошла в книгу рекордов Гиннеса и дает старт новому мировому флешмобу. Дорогие друзья, я приглашаю всех присоединиться к Rush Watermelon Challenge. Поддержите меня. Первый вызов принимает вторая самая сильная украинка Лидия Гунько. Виктория Малосвитна, Богдан Стрелец, специально для телеканала Донбасс. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Наш выпуск на этом заканчивается. Всего доброго. Поезд, который развивает скорость до 400 км в час, либо состав, который работает на водороде без вредных выбросов в атмосферу. На выставке Иннотранс в Берлине представлены новейшие разработки в области железнодорожной промышленности. Увидеть все это своими глазами смогли и украинские студенты, победители конкурса «Железнодорожник» фонда Бориса Колесникова. Мы увидели очень хорошие стенды «Сименс», только что были там. Увидели новые инновации, то, что люди придумали, то, что уже есть и будет у нас. Это очень важно для нас, как для инженеров, для железнодорожников. Так как мы видим наше будущее, мы можем что-то уже у себя в голове проектировать на будущее, что-то думать наперед. Большое спасибо, конечно же, организаторам, потому что это очень для нас важно, как для инженеров. Фонд Бориса Колесникова проводит конкурс «Железнодорожник» уже во второй раз. В этом году его победителями стали 30 студентов из профильных вузов Харькова, Днепра и Киева. Финалисты конкурсного отбора получили особый приз – поездку на выставку и на транс в Германию. Важно, чтобы ребята увидели в своих коллег самые современные достижения в плане развития железных дорог. И железная дорога, в конечном счете, все больше и больше по скоростям и по затратам на время приближается к мировой авиации. Поэтому, учитывая размеры нашей страны, это важнейшая отрасль. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот поэтому они и здесь. Есть розетки, это вообще удобно. У некоторых даже есть такие откидные здесь планшеты. Да, это в Симе. Инна видит современные поезда впервые. Девушка рассказывает, даже добыть информацию о подобных новинках в Украине сложно. Впечатляет абсолютно все. Потому что мы, студенты, много вот такого не видели. А здесь и разнообразные, и инновационные, и все технологии очень интересные, очень познавательные для нас. Хотелось бы от имени, прежде всего от имени всех студентов, которые приняли участие в этой выставке, поблагодарить организатора Бориса Колесникова за то, что он предоставил нам такое величие, он предоставил нам такую честь и возможность побывать. В первую очередь Берлинь увидит этот прекрасный город. И во вторую очередь увидит реальные, новейшие технологии железнодорожного транспорта. С помощью этого конкурса фонд Бориса Колесникова надеется повысить интерес молодых людей к инженерным специальностям. Продолжение следует...